Па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па Но я примерно догадался, то есть выходишь в какую-то локацию, всё желтеет, значит прошло автосохранение. Потому что сохранение прошло именно там, где я выходил в этот коридор. Будем внимательнее к этому вопросу и будем, так сказать, более пристально к этому относиться, замечать. И, возможно, нас ждёт счастье. Где бы найти эту смотровую? А, кстати, у нас же карта была. Ты смотри, какая у него классная вообще у этого учёного. Здесь отдельная такая комнатёнка с душем совсем подряд. Обезболив. Неплохо. Если я себя обезболиваюсь, иначе меня будут бить. А водичка-то на базе и бум... Или есть. Вот это гениально! Смотри, у них кончилась бумага, они вытирают жопу газетой. Ведь так всегда и было на самом-то деле. Ну, кто? Кто? Да хоть раз бумага туалетной пользовался. Зачем надо вообще тратить на неё денег, когда здесь ненужные газеты постоянно в почтовый ящик кладут бесполезные газеты? Почему бы не воспользоваться ими? Нет, ещё кто-то будет подкупать бумагу. Ну, нахер она надо? О чём, ребята? Я научу вас экономить, смотрите у меня. Так, это у нас чё такое? Спирто. Понято. Ещё бы они карту вешали почаще в этом, так сказать, помещении. Я бы тогда вообще замечательно разбирался, чё где находится. А так, вот она карта. Я где? Я в кружочке. Это я сейчас заходил, значит, куда? Какая-то... Как я тут должен стоять? В какую сторону я направлен вообще? Я только что слышал шаги. А кто это был-то, я не понял. Да откройся тут. Здрасте, приехали. Кто-то только что ходил, я вам отвечаю, ребят. Прямо на сто процентов говорю, кто-то только что ходил. А кто непонятно. Или может показалось мне. То ли лампы там говорят, то ли кто-то с фонарем. То ли глюки опять у моего главного. Чё тут всё заколочено-то? Эй. Скорее всего, эта стена была построена для того, чтобы не дать... Не дать пройти кому-то или чему-то. Ладно. Есть логика в этом деле, но... Тогда следующий вопрос. Не дать пройти туда или оттуда? Потому что, если не дать пройти туда, то это, скорее всего, стена была построена для меня. Они знали, что я вернусь... Вернусь в эту пенумбру. И построят меня стену, чтобы я не смог туда пройти. Вот они, короче, упыри. Не дают нормальному, здоровому человеку пройти туда, куда ему надо. Не, ну, скорее всего, конечно, это было построено от того, чтобы кто-то не прошёл оттуда. Не знаю, где лучше, здесь или на поверхности. Ты, то есть, можешь туда спуститься, что ли? Чё, серьёзно? Что ты задумал? Если тебе недорога собственная жизнь, то подумай о моей. Ты-то мне на твою вообще насрать, если я свою-то не ценю, понимаешь? Не ценю. Ага, не ценю. Есть такая фамилия, по-моему, где-то. Не хочет туда падать. Смотрите, нас с вами предостерегают от смертельных дурных ошибок, чтобы мы не прыгали и не падали. Ты чего такое делаешь-то? Чтобы мы не бегали и не падали, куда нам не надо. Ну, это хорошо. Дверь-то я не закрываю, да, чтобы не запутаться, где я был, где я не был. Опять этот мешок с каким-то говном. Тут нету ничего. Вообще, что за люди? Не бросают мусорные пакеты в мусорные мешки. Вот! Я вас тут научу! Крубор! Крубор! Крюк! Нет, это не крюк, это монтировка же была. А где его можно использовать? Давайте-ка подумаем. Так, я, кстати, ничего не вижу до сих пор. Надо подумать, где можно использовать отмычку. Точнее, этот сраный ломик. Его же можно где-то использовать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Эти вот непонятные звуки напрягают немножко. Не так, конечно, чтобы совсем прям, но немножечко есть такое дело. Блин, дверь открывается вообще неудобно. По кругу, да, то есть я навернул? Ладно. По кругу-то, по кругу пойдем сюда. Одну часть помещения мы с вами, собственно, обследовали. Осталось обследовать вторую. И здесь я тоже, наверное, был, да? Нет. Я запутался. Реально говорю, я запутался. Все, я заблудился. Я не понимаю, что где-то я здесь был. Дверь-то открыта. Сейчас сообразим. И здесь я пытался упасть. Понято. Понято, понято. Ничего не понято, конечно. Пойдем сюда. Исследовательский центр, питомник. А, здесь завалено должно быть все. Вот. Еще одна комнатенка. Отлично. Батарейчик дайте мне. Срочно. Мне нужно много батареек. Нужно очень много батареек. Опа. Кассетка. Осталось найти мафан. Осталось найти мафан, чтобы послушать эту запись. И включить этот сраный фонарь. А где мафан-то? Подожди. Э, а где надписи? Обычно, когда мы нажимали эту херню, были какие-то надписи. Карта Арктики с иллюстрациями. Серьезно? Ага, чукча какая-то. Какой-то чувак из средних веков. Какие-то непонятные домики и херомики. И больше ничего полезного здесь нет. Окей. В шкафчике тоже, собственно, нас ничего не ожидает. Эй! Ребятки! Опять сральник. Опять сральник с газетой, да? Не, здесь, смотри, здесь кончилась газета вообще. Это плохо. А чем, так сказать, вытираться? Здесь жил, судя по всему, нечистоплотный человек, потому что у него даже газеты в туалете нет. Это отвратительно для него. Это можно сломать. Нельзя. Во! Да? Кровавые следы, подожди. А, вот здесь я был. Вот тут вот. Сейчас, собственно, это сохранение должно пройти. То есть сейчас сохраняется игра, и потом мы идем туда, куда нам и надо идти. Точно, точно. Это самая первая локация. Да, да. Нас отсюда выпускали. Надо было сделать здесь, как в оригинальной амнезии, собственно. Ну, если уж ты делаешь кастомку для одной игры, и в качестве этой кастомки выступает совсем другая игра. Надо было воспользоваться опытом амнезии и сделать кнопочку сохранить и выйти. Потому что кнопочки сохранить и выйти здесь нет. Есть просто кнопочка, короче, выйти. Это плохо. Так, вон там кровавые пятна были, правильно я понял? Ну-ка, иди сюда. Во! Точно! Пойдем по следам крови, вот по этим. Куда-нибудь мы придем сейчас, по-любому. Хватит проседать тоже, твою же налево. Нас куда-то ведут эти следы, пока непонятно куда. А, я... Да, епи! Епи! Мы отсюда выходили. Точно, это собачий питомник. Здесь пробежала собачка. Пробежала собачка вон туда. Она пробежала туда, откуда я выходил, по-моему. Если я ничего не путаю. Так, ну тут очень много закрытых дверей, давайте все будем обследовать. Вот! Отлично! А я нашел уже крюк. Нашел кран. Вы помните, у нас было задание найти кран. Похоже, они себя сами здесь замуровали. А может быть мы как-то им поможем там, я не знаю? Не получится им помочь. Да почему? Я же добрый человек, я хотел им помочь, реально. А вы меня так вообще ущемляете в правах. Товарищи разработчики, что за херня? Я думал это кран, это вентилятор. Такой я уже видел. Такой я тоже видел. Ну окей. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-подопный дизельный генератор. Удивительно, но он все еще работает. Ну почему удивительно? Раньше делали вообще на ура все вещи Раньше делали с душой, раньше делали все хорошо Поэтому они до сих пор работают Это не сейчас Сделали кое-как на быструю руку И все, говно не работает Здесь, смотрите, все нормально Отлично, здесь я тоже был Мы сейчас прогуляемся по всем дверям, которые мы не видели Которые мы не открывали И тогда нас ждет Ты что, издеваешься, что ли? Опять батарейки кончились Хер у меня что кончится У меня батареек целый вагон Где-то я же собирал Нормальная какая-то коптерка Это чисто побухает, наверное, комната отдыха Как в гугле, короче, здесь не хватает только Плейстейшна, аэрохоккея, голых баб и пирога А так, в принципе, прям копия Так, здесь я был, и она просто так открыта Опа, тихо-тихо Карта Где я? Я нахожусь здесь Понял Там внизу был кружочек Так подожди, а где у меня эти там заметки? Есть какие-то? Записка выжившего А, это мы читали с вами Окей, понял Другие находки Нет ни хера, список дел Тоже нет ни хера А что тогда делать-то? Уберись отсюда Что тогда делать, я не понимаю Будем просто бродить по станции Будем бродить по станции И пытаться найти выход В этом, так сказать, вот Еще одна незнакомая дверь Ты давай Не мигай мне тут Не порть атмосферу игры Понимаешь? Когда ты мигаешь, ты меня напрягаешь Рифма, рифма Это стихи, слова Все, я четкий парень Здесь я пытался умереть Здесь я пытался умереть, но у меня ничего не получилось, да? У-у-у-у-у-у-у-у-у Да. Так я же ее открывал. Какого хера она закрыта? Я ее закрывал? Не знаю. Если двери будут сами закрываться, это будет вообще печально. Это меня запутает просто в конец. Здесь закрыто, я помню. Да твою ж налево, а куда туда идти-то? Я тогда вообще ничего не понимаю. Мне зачем-то дали лом. Значит, его можно где-то применить. Но, по-моему, особо никаких закрытых дверей-то я здесь не видел. Где мне можно его применить? Так, это туалет. А-а-а! Возможно, после загрузки игры все двери-то позакрывались. Вон в чем проблема. Поэтому давайте тогда срочно искать незакрытые, точнее, неоткрытые двери. Потому что я же загрузился и больше, в принципе, они двигаться не должны. Потому что если в этой игре будут двери двигаться сами, это будет как минимум страшно, потому что двери сами двигаться не должны. Двери должны двигаться только с помощью меня. Там я был, а там открытая дверь. Здесь валяется дохлый чувак. Да нет, смотри, они, сука, сами закрываются. Я отвечаю, я же здесь только проходил. Вот, окей. Здорово. Все, я в панике, я просто потерян. Не, не, где лом-то применить. А что это такое? Веревка! А-а-а, все, я понял. Отлично! Теперь у нас есть веревка, есть монтировка. Теперь мы можем спуститься там, внизу. Осталось найти, где это место. Опа, отлично. То есть, смотрите, у нас есть веревка. Соответственно, мы сейчас можем ее куда-то примотать туда, где там снаружи нас не пускает, наш головной мозг, и спуститься вниз. И там уже, скорее всего, нам можно будет применить монтировку. Я в этом, конечно, не уверен, но, судя по всему, так оно и есть. Так, нам надо пройти назад, пройти сейчас налево, и мы попадем именно в то место, где эта херня. Прямо, что-то я прям помню, прям так, отвечаю. Не, не помню. Куда идти-то? Вот, все, отлично, я нашел. Так, применяем веревку сюда. Да ептыш. Да ты угораешь, что ли, сейчас? Так, смотрите, я проходил сюда. Потом сюда, 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 сюда. Да не, да ты че? Да все правильно, наверное. Вот так? Да не, я вообще сейчас потерялся, ребятки. Вот он. Ну-ка на. Мне нечем зацепить веревку. Да я и крюком зацепить, что ли? Крюк, веревка, все правильно. Вот. Хорош! Товарищ генерал, наша подлодка опускается прямиком на дно. Товарищ генерал, мы прибыли. Я, это, отчитываюсь просто перед своим товарищем в голове. Он же должен знать, чем я занимаюсь. Хотя он и без этого видит все. Но все равно. Ну, смотрите, отлично, мы выполнили с вами первое сюжетное задание. Мы нашли с вами сраный крюк и нашли с вами веревку. И тем самым спустились на этаж ниже. И продолжаем, я так хочу напомнить вам, искать выход. Потому что выход в этой игре непонятно где. Это газ. Если здесь все зеленоватое, значит здесь газ. Сейчас вообще вздохнется у меня вообще весь. Нет, не газ. Хорошо, сюда мы сходим попозже. Пойдем сначала на ту сторону сбегаем. Вы прекрасно знаете, что я люблю, так сказать, не оставлять неисследованных мест. Потому что если есть проход в одно место, надо сходить в другое. Найти там тупик и убедиться в том, что нам туда не надо. Куда-то спуск, подъем. А-а-а! Во! Отлично! Если бы я был летающим человеком, я бы мог через это перемахнуть. Понимаешь? Но я не летающий человек. Можно было, в принципе, наверное, ящиков натаскать. И попробовать перелезть. Но там, по-моему, слишком маленькое узкое пространство. Поэтому мой главный герой там вряд ли свою жопу протиснет. Ну хорошо, отлично! Меня всегда радовал момент, когда я продвигаюсь вперед по сюжетной линии. Это означает то, что у нас все хорошо. Ну да, у нас все хорошо. Мы идем вперед, у нас все замечательно. Это что? Что-то не хватает. О! Здорово! Иди сюда. Тебя сюда же правильно вставить? Конечно! Ха-ха! Это же голова! Она есть! Значит, что она должна работать и трудиться на благо прохождения. Я вам серьезно говорю. Вот у тебя есть голова? Вот сейчас возьми вот так вот две руки, короче, и вот так вот возьми. Хо! Если они, короче, у тебя вместе не соприкоснутся, значит у тебя есть голова. Я тебе отвечу. А это самый надежный способ проверить, если у тебя голова на плечах. Прям другого просто не бывает. Ну хорошо, а что мы вентиль-то ставили? Я так понял, что с помощью этого вентиля мы сможем поднять ту решетку. Но для чего она нужна, если здесь есть еще какой-то проход? Мне немного неведомо. Что здесь не какой-то проход? Здесь охеренно большой проход. Эй! Алло! Да ты че? Да чувак! Сукин сын! О-о-о-о! Это просто отличное ругательство, сукин сын! Ты представляешь? Ты сын сукин! Иди сюда. Поехали. Да твою мать, проще вот на этот встать, наверное. С этого я должен запрыгнуть. Да ты угораешь, что ли? Ну что ты скажешь мне всю вот эту херню с собой тянуть? Она же не двигается вообще. Я тебе серьезно говорю, не двигается. Да нет, двигается, но очень плохо. Полдня буду тащить, давайте попробуем все-таки. А я вообще на него-то могу запрыгнуть. Тихо. Меня глючит или кто-то свистел? В натуре кто-то свистит. Во! А зачем? Ну я не знаю, давайте попробуем ее открыть. Может быть за нами сейчас будет какая-то погоня. Потому что я тебе реально говорю, кто-то свистит. Не-не-не, это не монстр явно. Я серьезно говорю, монстр свистеть в принципе не может. Монстр, он же это, состоит из трухлявой ткани. Он там не того. Ну-ка. Во! Так, а здесь я все обошел, правильно? Не, я вот сюда еще не ходил. Ходил. Ха, отлично. То есть у нас здесь все, пространство закруглилось, пространство заквадратилось, пространство сомкнулось. А это означает, что других никаких путей сюда нет. А вот здесь что за путь? Тут и здесь еще одна дверь есть, подожди. Нет, 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 нет. Вот еще одна дверь. Опачки. А вот я и тут. Дверь заблокирована с другой стороны. Да это плохо. Здесь, я так понимаю, выход с уровня. Ну-ка, давайте попробуем все-таки ящик тут вставить. Давайте попробуем вперед толкать. Вперед, наверное, побыстрее будет. Да не, в принципе, едет нормально, пройдет сейчас. Главное, чтобы не застряло. А он застрял. Конечно, он застрял. Че я буду не застрять-то? Да кто, твою мать, свистит-то, я не пойму. Я не уверен, что это так получится, но проверить это надо по-любому. О, нихера он быстро поехал. Так, отлично, смотри. Это раз. Мы встаем, значит, вот на этот ящичек на маленький. Опа. Потом на этот. Потом, собственно, на этот пролазим вниз. Пролазим вниз. Вниз, сука, пролазим, говорю тебе, чувак. Так, не, мы можем просто дверь закрыть. Да ты угораешь, что ли? А этот ящик он двигать вообще не хочет никак, он даже не цепляется за него. Ладно, ладно, ладно. Если так, то пойдем вперед. Там, в принципе, дверь, она уходит направо, как раз-таки в эту сторону, где находится этот сраный ящик. Ну да. А все глубже и глубже. В какой-то момент мне начало казаться, что этот комплекс бесконечный, и моя надежда начала медленно угасать. Я оказался там, где еще не был. Оставалось гадать, что ждет меня по ту сторону. А я предлагаю не гадать, потому что мы знаем, что нас ждет по ту сторону. По ту сторону нас ждет дырка, короче, в этом, и ящик там, который не дает нам пройти. Привет. Ну, вот и все. В принципе, игра-то пройдена. Все загадки разгаданы, почти. Осталось только выбраться наружу. Это основной, так сказать, основной задан этой игры выбраться наружу. Без помощи нашего управленца, который сидит у нас в голове. Вот он, короче, жлоб. Чего ему не помочь? Он же все равно сидит у меня в голове, и он там тоже тесно. Это тоже проход. Да ладно. Ну как, куда он ведет? Да, заклинило, отлично. Надо сразу проверять. Вот иногда прям, прикинь, хочешь проверить, вот, хочется. Но вдруг в следующий уровень перейдешь, потом забудешь, что не сделал на этом. Это будет еще одна записочка, отлично. Проходи. Молодец. Запись первая. Вести об эпидемии застали меня прямо на рабочем месте. К счастью, все ужасные события происходят наверху, и вряд ли затронут технические помещения на нижних уровнях вроде этого. Коллектор — это единственное место, где я чувствую себя в относительной безопасности. Здесь тепло, есть необходимое количество питьевой воды и света. Через сеть канализационных тоннелей можно добраться до жилого сектора, но, скорее всего, за раз добрался до него. Я покидаю свое убежище лишь для пополнения запасов провизии. За все это время я еще ни разу не видел нормальных людей. Вот бы найти какое-нибудь средство связи. Запись вторая. Наконец-то я его достал! Радио! То, в чем я нуждаюсь уже несколько недель, чтобы связаться хоть с кем-то. Пришлось пробраться в зараженную зону, но это того стоило. Также я захватил пару деталей для него, но... Тьфу, так как оно неисправно. Надо передохнуть и начать ремонт. Запись третья. Прошло пару часов. Не знаю, с чем это связано, но мое состояние оставляет желать лучшего. Сильно кружится голова, трудно думать. У меня уже были небольшие приступы плохого самочувствия, но я списывал это на усталость. Еще, когда я снял рубашку, я обнаружил странные пятна на теле. Похоже, я тоже заразился. Короче, чувак, да, походу ты тоже. Похоже, ты тоже. Это можно тоже рэпчик четкий сочинять. Похоже, ты тоже! Канифоль. Паяльник. Ааа, канифоль и паяльник нужен для того, чтобы спаять радио. Чтобы я не сжимал, радио не работает. Окей, давай намажем на паяльник канифоль. И спаяем попробуем. Мне пока нечего паять. Это, что ты делаешь такое со мной? Как тебе нечего паять? Спаяй мне наушники там, я не знаю. Они работают? Нет. Окей, задание ясно. Так он нам что-то записал. Там на джей, по-моему, записки. Нет, хера. Он записал, наверное, надо починить радио. Записка рабочего, другие находки, список дел. Интересно, если я починю радио, я смогу с кем-нибудь связаться? По-любому, чувак. С милицейской волной, как минимум, ты сможешь связаться. Там не знаю, на какой она частоте находится. Но ты сможешь связаться с ними, по-любому. Нет. У себя-то в городе я знаю, где находится милицейская волна. Она находится на радиоприемнике. А вот в этой, так сказать, глуши-тиши, я не знаю, где она находится, на какой волне. Лично я против, чтобы эта дверь оставалась запертой. А, не против. А я против. Чувак, я хочу посмотреть, что за ней находится. Понимаешь, там кто-то орал. Возможно, там кому-то нужна помощь. Кто-то хочет, чтобы я его спас. Конденсат. Отлично. Мы сейчас это радио не починим, а соберем. Там же в радио что надо? Платки какие-то эти, конденсаторы там, проводки. И все, и работает. Надо еще вызвать дух Попова, чтобы он нам смог его собрать. Он нам расскажет, как правильно собирать электрическую схему. Как должно все это ловить. И все будет хорошо. Отлично. Провод. Так, я так понял, это какое-то хранилище. Какое-то склад. Здесь надо повнимательнее все изучить. Мы взяли конденсатор, взяли провод. Правильно? Ну-ка. Надо припаять провод к конденсатору. Правильно? Правильно. Разве я не буду работать вместе? А что будем не работать-то? Провод и конденсатор? Что ты хочешь? Можно сделать поплавок. Как минимум. И рыбачить. Тут ничего не спрятано у меня. Ну отлично, смотри. А этот провод и поплавок, который конденсатор на самом деле, надо нести куда-нибудь в сторону радио. Это что? Лифт? Ничего не происходит. Конечно, ничего не происходит. Электричество-то нет. Хотя... Опа, ищу провод. Проволока. Подожди, ну-ка. Хм. Я не знаю, чувак. Да ты задрал меня, слышь, чертила. Отлично. У нас уже три составляющих от радио. Получается... Вода ледяная, и неизвестно, куда идет этот тоннель. Надо как-то опустить воду. Я понял. Надо, короче, найти какой-то переключатель, который воду опустит. Где-то же есть такой переключатель всяко. Так, это сквозной проход туда. Отсюда мы пришли. Здесь у нас дверь закрыта, по-моему, да? Насколько я помню. Заклинил ее. Да. А здесь чего? Здесь я тоже был. Странно. Ладно, давайте попробуем пройти в сторону радио. Возможно, там сейчас какие-нибудь проводки мы соединим, все будет нормально. Так, давай-ка. Вот так. Во! 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 Что? Что, получилось? Ура! Я смог это сделать. Надеюсь, что они не узнают об этом раньше времени. Филипп, привет. Похвали своего товарища, который, несмотря на все невзгоды, не разрывает нить дружбы. Только не волнуйся, я не утоню в собственных какашках. Ты уже два раза помог мне, и я не откажу тебе в помощи, друг. Можешь считать меня своим ангелом-хранителем, спасающим тебя от жнецов правосудия и лап демона. Твои догадки кровоточат, как сок по стволу сознания, а тени пускают корни в его основы. Но, прости, я не могу долго разговаривать. У меня осталось три минуты, чтобы уйти отсюда. Пока, старина. Пока. Не утони, говорит, в собственных какашках. Ты представляешь, как это можно утонуть в какашках? Слышит кто-нибудь? Да. Вы прибыли с целью, спасибо. Спасибо. Нам стало известно, что на станции осталось несколько выживших, и мы попытаемся побороться за вашей жизнью. Отлично, мать! И я работаю Джейла Творд. Ага. Буду докладывать вам о нашем продвижении при любой возможности. Оставайтесь на связи. О, я смотрю, ее слова нежно щекочут твои мохнатые ушки. Фу, мохнатые ушки, гадость какая. Тебе не кажется, что ты попал в идиотскую ситуацию? Например. В тебе сидит вирус, который делает из тебя все, что ему заблагорассудится, а ты решил прийти к ним, к своим братьям-приматам. Хочешь всех их распугать? Нет. А не боишься, что они тебя свяжут, кинут на операционный стол и начнут ковыряться в твоих мозгах, пока они поймут, что зря потратили на тебя свое драгоценное время? Хех. А они начнут. И я уж об этом позабочусь. Если ты уж вдруг забудешь, что старина Керен предпочитает жить вдали от свинца с глупыми, неуправляемыми макаками. Не, ну это, конечно, напугал меня сейчас. Просто напугал. Он даже похлеще меня, только что напугал. Ладно, давай залезем, может сохранение пройдет. Прошло, не прошло сохранение, хер его пойми. Ладно, давайте на этом у нас сегодня закончим. Радио купли новому, так сказать, новая модель. Это сверхсекретная разработка, о которой тебе никогда в жизни никому не стоит рассказывать, значит я приду за тобой. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Пойдем заражать наших братьев-мартышек, братьев-приматов наперекор Кевину. Все, всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова